Ребята, всем привет! Сегодня день второй, будни коллекционера. Делаем такой влог вместе с вами, катаемся, смотрим, проводим охоты, встречаемся с нашими друзьями, ну и круто проводим время. Да, у нас по-прежнему дождливо, поэтому еду сейчас на машине, встречусь со своими друзьями в океане, такая будет маленькая присходочка, посмотрим, будет куча крутых и классных эксклюзивов. В общем, ребята, подписывайтесь, как обычно, Upwills, супер круто и супер интересно. Поехали! Я прибыл, Краунплаза у нас слева получается, а справа торговый центр Океан. Сейчас пойдем и посмотрим, наверное, они уже на месте, я как всегда опаздываю. Давайте глянем, кто пришел и что нас ждет сегодня. Всегда боюсь, чтобы много людей не было, а вот, ребятки, вот там вдали, все, сделали правильно, как я и сказал. Аккуратненько расположились, у нас как прям выставка такая. И много, конечно, интересного, кто не смотрел, посмотрите видео с большой сходочкой, но у нас сейчас маленькое. Начнем обмены, распаки, ну и, конечно, куча эксклюзивов. Рома, Эрик, Сема, Виталя все свои и сейчас прям-таки начнем. Какие крутые эксклюзивчики, RLC-шечка, Nissan, ну это, конечно, тема. Чего стоит эта карта? Этот цвет перелив, класс, просто класс. Прямо так и смотрится просто бомбически. Красные диски, ну реальный эксклюзив, Red Line Club. А сверху, Рома, это, наверное, что-то типа брелочка, да, или что там такое? Это не брелок, это как фишка. А, фишка, да. Да. У нее есть какой-то смысловой контент? Ну, когда ты собираешь RLC, можешь какую-нибудь в книжку вложить, как монетки собирать. А, даже так. Ну, слушай, прикольно, вот не во всех, да, получается, идет такая... Да, только в RLC-шках, которые не Selection Edition, которые не народ выбирает. А, эксклюзивная Skyline 2000 GTR. Я хотел показать вам вот такую вещицу. Это корветт кастомный. RLC тоже очень-очень круто выглядит. Фирменные такие RLC-шные колеса. Они, с одной стороны, как немного игрушечные, но с другой стороны, конечно, есть какой-то в этом свой стиль. Все как положено, под номером. Но это супер, это супер. У нас, видите, следующий этап. Сначала премки были, сейчас больше RLC-шки. А у Бэха, которую мы на сходке видели. Ты еще не решился открывать капот, проверить как-то? Ну, да, наверное, лучше не стоит. Но по той Бэхе, по-моему, все-таки были вопросы с капотом. Ты видел, она реально как-то закрывается, конечно. С зазором, с определенным зазором. С 30 тысяч водуход. 2 500 с нормальным капотом. Это круто, да. Такая статистика. И, конечно же, наш Эльдорадо. У меня особо круто, когда я РLC-бракова такой крутой цвет. Ну да, смотрится под вопросом. Эльдорадо. Красивый цвет. Узкая. Мне еще повезло. А где брак бывает? А, кстати. Так я все внедорожники. Да, фары на месте, прорисовочка. Не, ну Sky идеально, конечно, что тут скажешь. Посмотрите, какая проработка. Как все круто. Выполнено, конечно, с этого Sky. Я просто не могу свести взгляд, ребята, сегодня. Это супер. И сразу в глаза бросается вот эта вещь. Это у тебя такая спецсерия была, да? Резиня Escort RS. RS и Datsun, конечно же, Datsun. Какой он же стильный. Крутой, крутой, очень. Смотрите, цвета у него. 202-й подай, по 2002-й. Конечно, полная проработка, ничего не скажешь. Датсун. Тоже моя была. А, да, 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 да. Уже в распаке. Ну как вам Бэха в распаке? Ну, по-моему, смотрится суперски, суперски. Прямо такие массивные колеса. Очень-очень. Раскрасочка. Это же из этого же сета, да, получается? Да. Да, это, конечно, классно. Блин, а что оно с цветом от Минска? Так, NSX-ик у нас тоже подъехал. Классно, вот, подержать в руках распакованный прем. И это просто супер. Стильно, очень стильно. В преме она... Смотрите, как NSX играет, конечно. Ну, классно. У нас у ребят следующий этап. Сначала Мин, према, сейчас уже на РЛК переходим. Вот вам, ребята, и детский контент. Это круто. Ну и, конечно, да, что мы хотели посмотреть... А, этот Гелик, да? Слушай, ну, Гелик классный, конечно. Так, это G-класс. Бульварный. Это, наверное, какой-то старый бульварный. Очень. Очень старый. Один самый первый, второй, по-моему, пришел. Слушай, ну это прикольно. Вот это, наверное, у Гелика. Где люди вообще берут эти... Дай-ка я посмотрю, что вообще входило в этот бульвар. Гелик, GT. Да, да, да. ГТО. А, вот этот ГТО, кстати. У меня, по-моему, есть какого-то бульвара красный ГТО, но он, по-моему, со следующего. Не помню. Но Гелик, это круто. Да не так уж и много премиумов у меня, наверное, штук по 30, не сильно много. Я как-то больше покупаю то, что нравится с большего. И то, что есть. Ну, еще, конечно, мне очень-очень нравится вот этот Мерс. Вот этот Мерс вообще классный. Прям хочется найти. У меня, кстати, 190 еще нет у Мерседеса. Сравни там с этим с Фалкином. 201 кузов. А, кстати, Фалкин есть. Давайте сравним. 201 кузов. Это вот уровень легенд Е30 БМВ. И вот примерно плюс-минус в это время вот этот вот 201 Мерседес. Ну, в народе его зовут. 190 кузов. Класс. Карта, по-моему. Раскрасочка. Выглядит просто. И вот он, Фалькин. Распак. Распак супер. Вот, что, конечно, хотел бы в коллекцию. Это 190 Мерседес. Вот сейчас тоже ищу его. Да, уровень легенд Е30 БМВ. Но смотрится, смотрится суперски. Это кайф. Класс. Очень. Прямо таки. Я даже не знаю. Подскажите в комментариях, что лучше, красный, либо зеленый, но оба они просто суперски. Суперски выглядят и смотрятся просто стильно. Так, это немного распака. Кстати, давайте в распаке рассмотрим. Айдишка в распаке. Вот так вот выглядит. Люкон в распаке. Давайте, Поршик. Тоже распак. Так. Это плюс-минус, плюс-минус. Мы все видели. И вот этот вот, если я не ошибаюсь, Nissan. R32, конечно же, R32. Адван тоже крутой распаке. Он как раз таки с этого Тим Транспорта, да, по-моему. Да, он просто супер. Офигеть. Вот это вот Тим Транспорт. Я тут его уронил недавно. Но вроде как он в целости грузовичок. Так что... Это круто. Тим Транспорт. И вот такой вот тоже Тим. А какая у него машина с ним? Сейчас надо поискать. По-моему, какой-то старинный форт. Но R32 хорош. Так, распак Е46, кто не видел. Да, это похоже на Космос, но Космос это вот не понятно. Тоже можно посмотреть. Так. О, вот этот распак Порш. Класс. Очень-очень суперски смотрится в этом цвете. С этими колесами. Прямо-таки окошко. И это круто-круто. Поршик. Смотрите, какой выхлоп безумный. Прямо-таки. У нас куча распаков. Так, вот эти все, в принципе, Тим Транспорты стоят у нас уже готовы. Не могу сразу сказать, с какими они тачками. А, вот, кстати, по-моему, да. Это грузовичок от Мерседеса. Это именно от 190 Мерсика. Ну, классно. Нет, такой Тим, конечно. Суперский, суперский. Это именно вот от этого, ребята, Мерса. Грузовичок. Ай, красавец. Какая решетка радиатора. Суперский выглядит, суперский. Так, кстати, дрифт-кар. Дрифт-кар. Мустанг из Слайд-Стритс. Ну, тоже держим в распаке. Смотрим. Конечно, класс. Посмотрите, задняя часть. Очень достойняк, достойняк. Смотрите, раскрасочка. Хорош, хорош. Так, некоторые модели мы уже видели. Это, по-моему, бульвар. Предыдущий тоже. Все это менялось. И, конечно же, легендарная Супра. Ребята, Супра. Тут ничего не скажешь. Стоять, дай пока. Вот так сегодня спокойненько могу вам все показать и вместе полюбоваться с вами. В общем, по-моему, наверное, все мы с вами посмотрели из этого места, из этого участника нашей сегодняшней сходочки. Ну, вот это, конечно, суперстильно смотрится. А, слушайте, забыл Джетту. Конечно же, Джетту забыл показать. У Джетта по кайфу. У тебя, если я не ошибаюсь, еще красная была Джетта, да? Да, была Джетта. Сейчас нету с собой, да? Нет, я ее не знаю. Я понял. Белая тоже, красавица. И у меня еще один вопрос был. А какой вот к этому вот Тим Транспорту, какая машина прилагалась? Просто интересно. А, корветик, да. Ну вот, ребята, корветик. Желтый корветик. В принципе, наверное, все с вами Тим Транспорты рассмотрели. Что к чему предлагалось. Ну, это к Мерседесу шел. Это лянча. Кстати, лянча, что интересно за Тим Транспорт с лянчей. Ага, пропустили, ребята, пропустили. Вот, вот. Лянчевский Тим Транспорт. Это круто. Вот этот вот, смотрите, этот вот грузовичок. И вот эта тачка прилагается. Слушайте, много я вижу первый раз. Сегодня делюсь с вами впечатлениями. И снимаем. Это, конечно, суперски. Модели-модели очень достойные. Такая подборочка собралась. Затесалась. И супочка желтая. Мне кажется, это, ребята, мэйн, но на резине. Зацените. Смотрится вообще суперски. Как будто бы свапнули. Не, ну вот так. По-моему, старый коллаж шифтерс. Ребята, видели вы или нет. Но это старая, получается, модель, которая меняет цвет. Это такой на старой карте. Прямо-таки супер. Даже трассы нарисованы. Ребята, я не знаю. Это, конечно, история. Это история. Это что-то такое интересное. То, что можно посмотреть. Так, грязевые. Land Rover. Так, это тоже такое. Да, вот это тоже на сходке видели. Такие более старые тачки. Но, тем не менее, тем не менее, очень-очень интересные. Так. Вот это за коробочка. Сейчас посмотрим. Так, из старого. Смотрите, ребята, это айдишка такси. Это, получается, Tesla Model S. Ну, кстати, вот кто-то хотел Tesla Model S. И вот ее тоже можно полюбоваться. В синем цвете, если я не ошибаюсь, она была из THC, Tesla Model S. Так, что... Вот так. Значит... Кстати, Nissan. Это... Это Moving Parts. Moving Parts. Это круто. Так что, видите, тут и Мачи, и у нас... Класс. Так. Это у нас Scenic. Это вообще может быть даже как Сику. Да, Scenic. Интересные бренды, конечно. И, по-моему, должен быть еще Volkswagen Passat B3. Volkswagen Passat B3, кстати. Есть ли? Да покажи, пожалуйста. А, вот он. Это Сику, да? Класс. Слушайте, ну Passat B3... Это легенда нашей страны, Беларуси. Потому что, особенно в Универсале, потому что туда можно много картошки положить. У него бак огромный на соляру заправить. И поехать на вёску, на деревню. Кабанчика. Да, вот, смотрите, он открывается. Кабанчика загрузить сзади. И всё доброе. На вёску погнал. Солярышки заправил. И, как и требовал всё у тебя, у жити твоём. Так что, вот такой вот, да, Passat. Ну, вот это эксклюзив. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, у нас Тимкор на связи. Подписывайтесь на ТикТоке, ребят, обязательно. Так, ну, конечно же, знаменитая Бэха. Ты не желаешь открыть капот проезд. Это круто. И Бэтмен. Бэтмен, по-моему, Влада, да? Легендарный Бэтмен. Который действительно присутствует. Ну, то есть, распакованная СТХ. СТХ распакована. Давайте посмотрим Шеви. Ну, ты знаешь, в СТХ она неплохо смотрится, да? Вот как-то в Мэйне попроще СТХ вот придает ей какой-то стиль такой, что ли. Как он? Прямо-таки. Я даже таки подумал, может, пополнить свою ретро коллекцию именно такой вот с ТХ. Ну, она будет смотреться неплохо, ты знаешь, вполне-вполне. Можем с тобой поговорить и что-то придумать. Классно. Как-то вот я влюбился сегодня. Это эмоционально. Положи пока, да, обсудим этот момент. Так, ну, в общем, по премию у меня сегодня пока что только вот так. Ну, еще Цивик. И вот два распактных, получается, Е-36 и Е-32-й. Угу. Скай-32, я знаю. Ну, вот Е-36 мы, наверное, видели, а вот Скай-32-й я бы глянул. Ну, давайте посмотрим, потому что Скай-32, конечно, хорош. По-моему, у кого-то сегодня в запаке он есть. Дайте Скай-32. Да, там чуть дальше. Да, я хочу Скай-32 распаковать. Я закупаю его просто. Хорош, хорош, конечно. Старо Мэйд. А, и вот для сравнения запак, да. 32-го Скай. Это круто. Тут решаем, что распаковать. Орелка, кто голосует? Сейчас будут большие распаки. А мы пока сравниваем ДТР-32 в запаке. И, держи-ка, карта, конечно, красивая. И вот его, собственно, распак. Можете полюбоваться, как он выглядит. Отлично. Так, хорошо. И... Новый, да? Это, по-моему, с 32-м. Да, я, по-моему, у Сёма. Там уже есть форспаки. И я его показывал, да, этот форспорт. Ну и самое главное, да, наверное, что очень хотелось бы посмотреть. Скажи пару слов про эту модель. Покажи, ну, Слава. Даже не знаю. Ну, очень качественно, очень хорошая. Ну, это считается, как... Так по мне, одна из самых лучших. Да, это считается, как крылка, да, наверное. Так, это и есть РЛК, да. Покажи-ка, номер, да, имеется. Вот. Плитер-плитер. Ага. Да, всё есть, всё лицензионно. Ну, круто. Это, конечно, легенда. Это, конечно, легенда. Сейчас, у меня дверь отказалась. А, открываются двери, ребята. Максимально аккуратно. Аккуратненько. Да, передай мне. О, как вам, ребята? Очень круто. Черт, кашель. Да, ну, что тут сказать. Суперски. Я вот восхищался BMW, которая недавно мне в премию досталась. Но тут, конечно, она выглядит топово. Топово. Открываются двери. Классно. Где тебе удалось такую красавицу достать? С Польши заказывал. А, заказывал, да? Не ралкашный. А, вот у меня. Ну, даже в салоне там на руле есть значок BMW. Там даже стрелки вот там показаны. Это, конечно. Это, конечно. Наверное, одна из самых интересных РЛК. Ну, посмотрите, наверное, плюс в том, что капот у нее не открывается. Но открываются двери. И выглядит она очень и очень круто, ребят. Цвет крутой. Колеса. Сама машина имеет статус легенды, как 190-й, Mercedes, как 124-й. И вот BMW E30, E34, может быть, E39. Вот, входит в эту вот череду. Или прямо-таки список лидеров машин, список машин-легенд, список стильных и очень-очень запоминающихся тачек. Так, классный набор. Так, расскажи, что это набор GTR-ов, да, получается? Это классно. Так, значит, два GTR-а, при том они, по-моему, оба 32-е, да? 32-е. Достань мне, пожалуйста. Какой-то я просто боюсь неаккуратно сделать. Так, 32-й. Красный у нас, получается, GTR-чик идет. Ну, красный, может быть, поскромнее смотрится, но, в принципе, в принципе, тоже круто. А я вот внутри, даже в салоне номер, там можно увидеть. Номер чего? Ну, вот. А, а что этот номер обозначает? Ну, типа номер машины. А, все, понял, понял. Да, есть, номер есть, цвет есть. Не, конечно, интересно. Вот эти наборчики я на Али пока видел. Ты где покупал? Я в обмене тоже. А, в обмене, да. Ну, вот круто, вот, в принципе, кто подписан на телегу, кто подписан и знает про сходочки. Можно, да, можно что-то поменяться, предложить. В ТикТоке увидел у друга. Он с другого города был. Ну, вот мы по почте обменялись. Ну, вот, да, есть такие разные варианты, поэтому подписывайтесь. У нас сайт есть, Куфор тоже. Ссылочки на профили мои, профили ребят будут в описании. Смотрите, что-то можно обменять, что-то приобрести. Ну, и в телеге, конечно, оперативно скидываем информацию. Ну, вот эта тачка классная, да. Она стильная, сочная, цветная. Такая вот пестрящая. И вот тут, конечно, в этом раскрасе... Протектор на резине есть. На резине, да. Этот R32. Здесь, конечно, ожил поинтереснее. И ты говоришь, у него тоже номер есть, да? Нет, вот только у красного получается. Да, 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 у красного есть. Ну, класс. Я вот такой наборчик тоже впервые держу в руках. И действительно так. Давай посмотрим карту. Car Coucher, GTR. Там, по-моему, их несколько есть. А, вот, да, с Mercedes. Видел, со Sky и с Cyclone. Ну, не знаю, со Sky и с Mercedes, наверное, классно. Ну, да, я хочу себе с Mercedes взять, потому что прям вообще крутые. Да, с Mercedes надо. И тут 190 и 280 TCL. Слушай, ну, наверное, я... Какие-то на самых классических таких. Вот у меня их тоже не хватает. 190. Ну, вот я очень сильно хочу вот этот себе взять, но он очень дорогой. А, вот этот, да, да, да. Слушай, вот про этот я тоже думаю твой, да? Классно. Этот MERS, конечно. Тоже. У меня... Я думал, может, сет на Ali взять его. Да, но там он тоже дорого довольно-таки стоит. Больше 100 долларов, конечно. Да, да, сейчас, конечно, посмотрю. Вот Skyline. Ну, класс. Блистери, он хорош, конечно. Потом у Италия сегодня есть ряд Team Transport. Так, есть. Так, это с Datsun. Ну, что ты скажешь? Конечно, Team Transport. И у тебя, кстати, они, по-моему, на продаже, да? Да, я их предварительно закинул, но, скорее всего, я себе их оставлю. Ну, да, ты знаешь, они выглядят очень стильно. Некоторые... Вот эти два точно себе оставлю, а это можно продать. Ну, вот этот, кстати, прикольный. Мне он так нравится. Ну, этот, да, этот Кастроловский. Мы уже видели с тобой. Так. А вот это у тебя, кстати. Этот поменялись только что. А, вот-вот, да. У Ромы, да, наверное. Да, Skyline Wagon на Datsun. Класс. Потом, смотри, две тачки. Одна СТХ-шка, а другая обычная. Да, ребята. Найдите сравнение, напишите в комментариях, что же круче. Так, снизу, конечно же, обычная. Сверху СТХ-шка. Ну, обе хороши. Крутой цвет. Это хорошо, когда, конечно, собираешь вот и обычную серию, и СТХ-шку, чтобы, конечно, вот так вот посмотреть, сравнить. Ну, не знаю, визуально, кроме колёв, ты нашёл какие-нибудь отличия? Ну, окраска только и всё. А так, если честно, мне даже нравится больше обычная. Я вот не знаю. Даже круче покрашен, чем у Spectro Flame. Ну, вот, можете, да. Ещё, кстати, если обратили внимание... Нет, нет, не обратили внимания, всё нормально. Я что-то думал, что тут ещё есть стекло, а оно нету, оказалось. Ага, так, и сверху. Сверху там картинг стоит, да, по-моему? Ну, вот такой вот набор. Я на YouTube, кстати, видел, чувак разобрал, вырезал картинг. И с картинга сделал самостоятельный модель. Слушай, ну это идея. И сделал открывающийся багажник, он туда закатывался. Класс. Дикий кастом. Ну и, конечно, да, изюминка. А, я, мне кажется, тоже видел, да, да, да. Поэтому смотрел ты его, да? По-моему, да, да, да. По-моему, не переносил его. Нет, я имею в виду, видел это видео с картингом. А, это золотой. А вот это, да, это что за фирма Mini GT? Это Mini GT коллаборация с Kaido House. Kaido House, это кто такие? Это чувачок из Малайзии, который делает кастомы и ставит их на поток. Вот, ребята, это, наверное, изюминка сегодня вечера. Вот этот вот Datsun, да. Ну, посмотрите, конечно, качество проработки говорит само за себя, ребят. Офигеть, это у него такой антикрылозный. Да, ну это ж типа дрэга выдастся. Колеса, вот переверни, посмотри ширину задних колес. Слушайте, ну бомба, бомба. Посмотрите, как смотрится. Цвет какой. Вот он, Kaido House гараж. Ага. Всё. Твоя тачка у нас, Kaido House. Ты знает. Вот у него сейчас этот выйдет классно. Ищи наш Минский, если что-то. Да. Да, Datsun. Ну супер, это, конечно, тут что сказать. Проработка на высшем уровне. Мини GT и так. Конечно, радует глаз. Но этот Datsun супер. И у него открывается капот. Открой, пожалуйста. Вот такая вот проработка капота. Классно. Нужно его отдельно подснять, конечно. Тут суперская красота. Так, сейчас. И у тебя ещё, значит, насколько я вижу тоже, есть эта серия Modern Classic. Отснимал сегодня и Evolution вот этот вот лансер. Хорош, конечно, ничего не скажешь. И отснимал когда-то давно Прилюд. Да, да-да, Прилюд. Положи, это я показывал. Вот этот вот Прилюдик тоже отснимали, делали. И, слушай, я и хотел ещё твою вот эту волшебную коробочку посмотреть. Пожалуйста. Давай-ка посмотрим. Вот впервые я вижу вот эту вот AE-шку. Как ты вообще решил её поменять? Или у тебя таких две? У меня есть в запаке. А, слушай, ну вот эта крутая. Я её впервые держу в руках вот в этой раскраске Falcon и в таком цвете. У меня чёрная есть. Да, вот чёрная тоже. Да, вот такая у меня есть. Жалко, конечно. Но, если что, ты мне Мэй Куэта такой, честно говоря, не видел. Ну, хотя бы, ребята. Она в полочке стояла просто, а потом она заменилась на премку из слайд-стрит. Да, хотя бы, ребята, подержали в руках, посмотрели. И смотри, много у тебя интересного в этой вот коробочке. Значит, это у нас. Sky. Ну, это, по-моему, старый, да? Мэйн, да? Это не Мэйн, это с трёхпака. С трёхпака, да, да, да. Видел его в России частенько, да, находит. Ну, я нашёл у нас. Ну, я тебе вретение тебе. Нифига себе, в прошлом году. Она косящая. Какой там трёхпак был? Что ещё было? Я не помню, что там ещё было. Две машинки отдались. Малышу. А одна осталась себе. Но это неплохая находка по трёхпаку. Так, это, по-моему, тоже спец... А, нет, это Мэйн, да, Мэйн. Да, не сам. Точно. Давайте посмотрим, что ещё. Рыкс. Чёрная, да. Да. И вот ещё есть рыкса. Так. И оранжевая. Да, 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 да. Встречается. Иногда встречается у нас. Ну, чёрная реже. Чёрная реже, ребята. Мазда... Хороша, Мазда хороша. Тут ничего не скажет. Так, что ещё интересного есть в этой коробочке? Вот, вот эту модель. Не видел, расскажи, что за она. Спецерия Гран Туризма. Спецерия Гран Туризма тоже у нас нашёл. Да, это Корона. Это одна из первых спецерий, которую купил и по-незнанке в распад отправил. Она поодиночке сладок. Корона замок, поможем, было. Слушайте, круто, круто. Гран Туризма. И ребята, и ребята. Вот ещё тоже интересная тачка. А это у тебя было раньше или ты поменял? Нет, это тоже моя. Это Буслики, как взгляд, она этим была. Буслики? Буслики в Короне замок. Сам накрасил фары задние, а сам накрасил фары передние. Ну, неплохо. Слушай, а черепа, вот это было всё прорисовано, да. Потому что окраска идёт, Boost Brigade называется. И ты находил это в одиночных, да, кейсах? Интересно. Ну, да, да. А, вот эта спецерия, про которую я говорил. Да, это тоже спецерия. Да, да, да. У меня она была, BMW и... Так, Mers, ну, Mers, да, наверное, все видели. Sky, да, у меня есть такой Sky, да, 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 он, конечно, крутой. Он чистый-то под колёсами. Он сделан круто. Даже, наверное, лучше према. И так, ну, уракан, да, уракан показывали. Наверное, что ещё можно показать, это жёлтый Прилюд. Я, кстати, жёлтый Прилюд в распаке и пока не видел. Да, и к следующим хотел взять именно, по-моему, 240Z, да, ты держишь? Fair Lady. Fair Lady. Да, sorry, я их путаю. Да, вот это вот тоже хотел, конечно, посмотреть, потому что не часто встречаются. Ну, такие вот тачки. Кстати, у меня есть ещё тоже такая Z, только Datsun называется. Да, да. И она идёт в бордовой такой механической. Вот, у меня есть. И там Datsun 240. И там сбоку маленькими буквами написано. Кайдо хаус. Да. , н Д酷а хаус. Да, да. Н Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас будет ряд распаков. Распаки делает Роман у нас постоянный участник сходок. И, к сожалению, конечно, не будет распак этих тентранспортов, которые у нас на фоне стоит. Но мы сделаем распак именно классных у нас. По распаку сегодня грузовички я вижу и что-то из жипчиков получается. Почему распака ТТ не будет? Потому что они так уже в распаке. Я, кстати, еще не видел этого. ТТ в распаке. Как-то криво пошло. Давай, Роман, не подведи нас. Кстати, ТТ в распаке. Пока вам покажу. Пока Роман открывает. Да, действительно в распаке. Слушайте, какие они красивые, а? Какой цвет, елки-моталки, ребята. У Романа много премов, да, Роман? Роман вообще хорош. Роман? Да, ТТ в распаке, а я этого еще не видел. Неужели второй ТТ в распаке? Давай. Что, как ощущения? Распаковали гладиатор, да? Мне нравится. Я люблю джипы у ХВ вообще. А тут еще и премы, так что нормальный. Да, вообще. Иногда в этом детском мире мы покупали фиолетовый гладиатор. Массивный такой, красивый, да. А если у меня подвеска работает? Да, было бы круче. Смотрите, какие колеса, да. Прямо такие. Ну, практически рабочие, что сказать. А что он, кстати, везет? Здесь вот сверху. А что это грузы? В фильме они, по-моему, оборудование везли, чтобы перехватить человека. А, форсажно, да, 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 да. Да, ребята, есть. Ну, класс, поделитесь своими эмоциями по поводу. А это, по-моему, с Клыбовым. Последний самый. Ну, это восьмой, по-моему. Девятый, девятый, девятый. Это с девятого? Да. Да, кайфовый. Давай следующий, да, следующий распак. А в девятом Скала был? А не, он в каждом был. Почти в каждом. Он, по-моему, с пятого начался. Я пока посмотрю, пока Рома распаковал этим транспорт. Или что-то. Как вам? С Плимутом. С Плимутом. Не буду ничего не говорить. Супер. Очень классно. С Плимутом. Да, вообще. В цветах. Рома, это же Вайдопы грузовичок? Да, да, да. Неплохо, неплохо. Карта, да, хорошо. Так. И сейчас идет распак у нас. О, вот этого вот Defender я ждал, ребята. Я ждал. Какой красивый. Маленький. Он маленький, но классный, да. Смотрите, ребята, черный. Вот он, кстати, помните такой вот Defender в онлайне был красный? У меня есть, кстати. Время красный тоже будет. А, да, у меня есть. И да, и мне он-то очень-очень нравится. Сколько ты ревнешься? Да. Я сет свободы заказывал за 60 мм. Мне вот он очень-очень зашел. Я даже его оставляю. Смотри, как защита двигателя. Колеса какие, да. Супер, супер. Аккуратненько сделаем. Можно я? Классно. Просто супер, да. Тоже, давай, следующая машина, следующая 4Runner. Открываем 4Runner. Очень хотел на него в распаке посмотреть. Холодильник такой. А мы сегодня, вот у нас, да, два Тимтранспорта. Да, кстати, вот 4Runner я тоже не видел в распаке. Но сейчас с вами полюбуемся. У нас съемки прям идут. Распаковываем. И посмотрим. Так. Так, 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 так. Аккуратненько делаем. Тут у нас прямо такие гора. Гора Прима. Прима, да. Все как мы любим. 4Runnerчик. Давайте, ребята, 4Runner. Чисто такой холодильник. Да. Рома прямо хирургический скальпель. И на этом. Холодильник и колеса. Но он класс, он супер. Он прямо таки тяжелый, да. Берешь руки. Да. Массивность ощущается. И тоже. И обалдею вот от этих покрышек, да. Прямо такие. Да, я сам на крузаке точно такие. Внедорожные. Вот крузак я хочу прям в распаке распределить. Нет. Вот 4Runner мне, конечно, хочется даже оставить. По-моему, я его поменял. Свой 4Runnerчик. А я остался собирать этот бульвар. Остался. Остался у меня. Поменял я немного другой. То, что поменял вам сейчас покажу в конце. Досмотрите до конца. Там действительно были крутые обмены, ребята. Очень было круто все. Прорисовано, сделано. Что? Да, да, да. Я когда распаковывал, я сам офигел. Что? Подкладка какая-то. А может он супер? Прямо. Нет, только у него. Да, да, да. Есть такой. Смотрите. Красавец какой-то. Есть, есть, ребята. Крузак кайфовый. Да вообще кайф. Крузак. Я раньше его не любил, а сейчас вот когда в распаке смотрю, он красивый. Он класс. Я прям таки сразу его открыл. И конечно же полюбовался им. Блин, он классный. Вообще супер. Я с удовольствием его себе даже оставил. Потому что, конечно, посмотрите. Да, Toyota. Я уже показывал. А, слушайте, а у вас... Гродно, да. Я за ним ездил. У кого у тебя есть какой-нибудь? Да, да. Бэхо, который я 46. ТТ. Наверное, наверное, в Team Transport. Да. Такая красненькая. Да, да, да. А ты ее продаешь мне? Я еще пока не распаковал. Поэтому будет обзор, распак. Что? Все сделаем. Ждем. Да, обязательно. Я думаю еще 6. Смотри, салон какой-то, а. Коричневая кожа. Я, кстати, вот салон не замечал. Очень красивый. Прямо такие. И вот такой под дерево. Ну, тут ничего не скажешь. Суперски. Подходим у тебя. Подходим у тебя. Да, вообще подходим. Распаковали, посмотрели. Это бомба, ребята. Может так распаковывать? Вот так вот. Бомба. Да, давай. Распакуй. Распаковка, ребята. А, давайте. Пошло дело. Пошла жара, ребята. Может и мне РЛК распаковать? Супер прям. Ну, это будет, да. Это будет, конечно, офигенное завершение вечера. Да, слушайте, мы с этими распаковками, ребята. Пошел на этот блин про спаки. Никогда не остановимся. Тут у нас, ребята, видите, блогерство идет. Тема развивается. Все снимают. Всегда на связи. Все пошло. Люди, конечно, делают вещи. Это мы должны сделать супер революцию, ребята, на ютубе. Поэтому подписывайтесь, не забывайте лайки ставить, поддерживать. Комментарии пишите. Это круто. Так, значит, распак наш продолжается. И Рома распаковывает кафер, да? Да. СЛК я уже открыл. Сейчас покажем его тоже. Давайте. А, открыл, да? Да. Я вижу свой Ягуарчик у тебя. Эх. Стильный, конечно. Прям-таки с тумана выезжает. Я хотел себе Мазда Космоспорт взять, но потом подумал, что вот этот попикольнее будет. Он чем-то, кстати, напоминает. Так, дальше у нас кафер. Вот я его в распаке держал, когда мне Эрик его давал на распил. Не понимаю, что он всем не нравится. В принципе, он прикольный. Он прикольный. Мне кафер нравится. Да. Да. Не, кафер ничего не скажешь. Он такой, стиляшечка. И притом, он как Вольцваген, вот его будут ценить, потому что это практически реальная машина. Так это и есть реальная машина? Да, есть. Да, да, да. Именно фольцы, они вот ценятся. Вот такой вот олл стайл. Интересно. Мне вот прикалывают вот эти вот, как бы, непонятные трубы, да? Такие вот сделаны. Интересно так. Так, вот. Камера попустилась. Да. Очень даже неплохо. Так, и что нас ждет? Что нас ждет, Рома? Мерседес. СЛК. Ребята, впервые держу его в руках. Впервые держу в руках. СЛК. Фары вроде бы как ровные. Не, модель. Ну, из према, наверное, одна из лучших. Задняя часть потрясающая. Прямо таки сделана. Д2. Принты. Все супер. СЛК. Он сам по себе хорош, но в этой раскраске он просто божественный. СЛК. Тема, тема, конечно. Сверху одна щеточка фирменная стеклоочистителя, как у Мерседеса. Мобил так сзади. Все прорисовано, все проработано. Кайф. Как у вас ощущения от СЛК, ребята? Мне нравится. Я не знаю. Я держу его в руках впервые, вот в распаке. И действительно, ну, достойно. Такого бы в реальной жизни посмотреть. Да. Тоже, который взлетел. А лучше заиметь. Тоже, который взлетел. Тоже, который взлетел. А лучше заиметь. В районе, наверное, у нас тысячи белорусских рублей на столе лежит. Это примерно долларов 400. Ну, вот все RLC, которые навстречу сегодня. В частности, и Batman, и Sky, которые я подснимал. И, конечно же, BMW 2 E46 M3. Да. И изюминка вечера. BMW E30 Collection Edition. Супер смотрящийся. И, конечно же, легендарные. Вот в такой коробочке. Да, ребята. Сходочка просто супер поражает. Ребята пересаживаются с према на RLC. Поэтому это все супер круто. А подводим итоги сегодня. У Тимофея, по-моему, джекпот. Что ты взял? Да, так. В общем, сегодня мне удалось собрать целый сет форсажа. Вот у нас на сходочках, ребята, что. Целый сет форсажа сделали. Да. Потом вот такие два очень интересных према. Toyota. Особенно мне это понравилось. Да. Кстати, классный цвет. Супер просто. Большая такая вообще классная. Dodge Charger. Такой тоже неплохой. Да. И... Час. Что еще сегодня меня? Вот такой вот старый мейн. Давно хотел Рома его менять. Люблю Acura. Тем более там... Да, я помню, ты еще как-то хотел. Да, да, да. Ну и, конечно, куча. Да, куча всего. Сейчас я хочу подвести краткие итоги. Свои итоги сходочки. Давайте посмотрим. Мини. Сходочка сегодня прошла. Значит, что у меня по итогам? Удалось взять... Посмотрите, удалось взять на обменах вот этот Team Transport. Я по традиции ни одного Team Transport своего не купил. И, по мне, это самый крутой Team Transport с GTR 32. Advan. Классный грузовичок. Конечно же, посмотрим вместе с вами. Но вот на обменах. Prima, который мне, в принципе, либо повторки, либо не так дорог. Вот. Взял такой Team Transport. Sakura Sprinter. Nissan Skyline GTR R32. Здесь еще есть Lancha и Mercury. Ну, мне кажется, конечно, Advan самый топовый. Это с R32 Team Transport. Есть у меня уже, по-моему, на обменах 4 Team Transport. И это, конечно, неплохо. Неплохо, ребята. Сама тачка хороша. 32-й GTR. Посмотрите, как он представлен. Но в Team еще лучше. Так. Смотрите, что еще брал сегодня. Поменял вот эту STH. Конечно, в принципе, всегда говорил о том, что STH нужно найти. Но собираю ретро-коллекцию. Предложили обмен сделать. И, ну, видите, STH получилось. Как-то понравилась в STH. Она неплохо смотрится. Краска у нее очень красивая. Колеса гармонично смотрятся. Сделана отлично. И я так подумал, что в мою коллекцию ретро-машин она впишется неплохо. Салон, посмотрите, аккуратно проработан все. Как STH мне эта тачка очень-очень зашла. Поэтому, ну, моя первая STH, пусть и не найденная, но все же, можно сказать, найденная на сходке, на каких-то обменах тоже есть. И, посмотрите, пару интересных машин. Это Passat поменял. Ну, Passat я вам показывал. B2. Люблю что-то такое старенькое, интересное. Это от Siku Passat. Полностью металлический. Посмотрите, они все пишут характеристики машины. И, конечно, круто выполнен. Вот люблю того, что уже не найти. Кстати, здесь нет стекла. Но зато вот так вот он открывается. И что-то эксклюзивное. Ну и моего тестя Валерия Алексеевича. Сценик есть. Вот такой вот сценик тоже открывается. Посмотрите. Это уже у нас бренд Majora. Старый Majora. Но тоже люблю что-то необычное, что-то классное. И вот такой вот сценик приобрел. Мне кажется, круто по эмоциям. Люблю что не найти, что такое вот эксклюзивное, интересное. Все показать. Ну, еще раз напомню, что вам может достаться вот такой вот Team Transport. У нас сейчас идет розыгрыш Raffle в Telegram. Всего три белорусских рубля. И вы можете его получить. Обязательно подписывайтесь на телегу, на канал, на мой профиль в Куфоре. Там все тачки на обмен, на продажу, что я выставляю иногда. Хорошие варианты и распродажи. Ну и, конечно, участвуйте в Raffle. Сделаем репост в основном канале Telegram. И разыграем этот потрясающий Team Transport. Всего три белорусских рубля. И он может быть вашим. Объявляйтесь, подписывайтесь. Всегда на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok